Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Давно я здесь не появлялась, но, к сожалению, год так задался, что я не могу это контролировать. И все по настроению для ютуба, да, нужно, чтобы было настроение. Не подписан в инстаграме, добро пожаловать, я там, конечно же, появляюсь чаще. Ловите меня здесь. Мой инстаграм ведется на украинском языке, поэтому если кого-то это триггерит, хотя там есть кнопочка перевода, но если вдруг что, тогда лучше сразу не переходить. Ну и как вы поняли по названию ролика, что сегодня пойдет речь о школах Иордании, точнее о школах в Омане, а если быть еще точнее, то это о школе, где учится мой сын. Не прям я буду ее характеристику вам рассказывать, а просто плюс-минус кратко и сжато система, как это все здесь работает. Почему я так говорю? Потому что я не могу отвечать за все школы Омана, за все школы Иордании, так тем более. Все то, что в Иордании есть государственные школы и частные школы. Частные школы очень популярны, я не могу сказать, что туда ходят только дети, у кого родители там с каким-то достатком. На самом деле нет, здесь многие даже берут кредиты, лишь бы дети пошли в частную школу. Чем это обусловлено, я могу только догадываться, но я не хочу это озвучивать, потому что я знаю, что кто-то скажет. Нет, государственные тоже хорошие, я не спорю, что государственные тоже хорошие, но государственные школы очень загружены, особенно после короны, когда произошла ситуация, что частные школы просто не возвращали деньги родителям, и родители забрали детей и отдали их в частные. Некоторые дети, по крайней мере на этот год, около 10% детей не смогли попасть в государственные школы, и родители не могли оплатить частную школу. Но так это было по статистике, которую объявляли в сентябре месяце. Школы государственные перегружены, их практически не хватает. То есть образование в государственной школе неплохое. То есть это не можно сказать, что она ужасная, туда не нужно отдавать детей. Люди не отдают государственные школы по разным причинам. У каждого они свои. У кого-то не подходит контингент, у кого-то как раз, возможно, там не такой уровень чего-то. То есть это все такое спорное. Поэтому мы не будем сильно углубляться в эту тему. И продолжу о том, что частные школы здесь очень популярны. Цена на частную школу вообще разная. Все зависит от района, вообще все зависит от школ. Есть средние показатели. Это первый класс около 2000 динаров в год. Это средний такой показатель. Я вам хочу сказать, что образование в Ярдании дорогое. Дорогое образование в университетах, дорогое образование в школах. Когда у тебя 2-3 ребенка, то ты практически работаешь только на то, чтобы выучить своих детей. Здесь нас не балуют. И школы это существенная часть вообще, наверное, бюджета, который прям бьет по карману родителям. Это очень сильно. Это школы, это образование. В цепи, как и все в Ярдании, бьет по карману на образование, само собой. Также частные школы делятся на National и International. Даже если школа идет с одним именем, то есть это одна и та же школа, но она может делиться на International и National. В International преподаются все предметы на английском языке. Арабский есть язык, но он просто идет как предмет. Учителя преподносят информацию детям только на английском языке. Плюс в этой школе дается вариант, когда ты уже выпускаешься. Они точно еще пока знают, пока мы еще не выпускну. Не выпускник, но когда ты выпускаешься со школы, у тебя есть Тауджиги. Это всеобщие тесты, как наше ЗНО. Там есть как раздел. Ты можешь сдать ЗНО, который тебе поможет поступить здесь, в Ярдане. А есть отдельные, которые помогают тебе поступить в заграничный вуз. То есть все по критериям заграничного вуза. Соответственно, там ты в International можешь выбрать, какие ты будешь экзамены сдавать. То есть в каком направлении, если ты реально знаешь, что ты будешь поступать за границу, тебе нужно то-то, то-то, то-то. И какой-то там сертификат определенного качества, как это говорится. То ты идешь на эти экзамены. Если ты хочешь поступать в Ярдане, то ты сдаешь местные, можно сказать, Тауджиги, которые с местным оцениванием идут. Соответственно, International всегда идет чуть дороже, но все предметы на английском. National. В чем заключается National? Это когда все предметы преподаются на арабском. И английский там, я не могу сказать, что он слабый. Нет. Английский сильный. Соответственно, плюс ты еще знаешь арабский очень хорошо. Письменность. Потому что я уже не раз говорила, а литературный арабский и арабский разговорный, это две разные вообще. Можно сказать, иногда что-то два разных языка. Дети, которые учатся в International, а потом родители их начинают переводить в National, они не справляются. Им очень тяжело. То есть вы должны хорошенечко подумать. Не таскать потом ребенка туда-сюда, а то есть определиться для себя. Вот перевести ребенка из National в International даже легче. То есть дети быстрее адаптируются. Но ребенка вырвать с International и кинуть его в National очень тяжело. Я это знаю не понаслышке. То есть это мне рассказывают друзья, у кого сложились такие ситуации. Кто-то переводил с International в National, чтобы якобы там по разным ситуациям и подтянуть арабский. Но в итоге пришлось возвращать на International. National, конечно же, все зависит от способностей ребенка, но зачастую именно такая ситуация складывается. Так что теперь вы знаете, что в Ярдании есть International и National. Даже навсегда преподаются по National программе. Есть еще такая система, что в Ярдании ты проходишь, точнее твой ребенок с 4 лет проходит KG1 и KG2. Некоторые говорят, что не обязательно проходить, но на мой взгляд это обязательно. Потому что таким образом ребенок как минимум приспосабливается к коллективу. И как максимум он начинает уже. То есть первый класс. Сейчас я когда начну показывать вам учебники и то, что они проходят. Вы поймете, что когда они приходят в первый класс, там уже повторяют, конечно, алфавит, повторяют цифры. Но там уже не заморачиваются, то есть не уделяют этому многое внимания. А в KG1 и в KG2 как раз их подготавливают к первому классу. Им как раз дают и алфавит, и счет. И они уже начинают по слогам читать. Они что-то уже учат, заучивают стишки и фразочки. Соответственно, приходя в первый класс, они уже проходят первый месяц опять якобы такое повторение по-быстрому. А потом уже идет такой раз и прям, знаете, программа, она достаточно насыщенная, достаточно быстрая. Я не говорю, что если ваш ребенок не прошел KG1 или KG2, хотя бы KG1 можно даже если пропустить, но KG2 как бы желательно пройти. Я не говорю, что если ваш ребенок не прошел, то это все, вас там не возьмут или еще что-то. Просто вашему ребенку будет легче, намного легче. В нашем случае KG1 мы пропускали, потому что была корона, его вообще не было. А уже в KG2 мы попали. Но ничего, несмотря на это, Даниэль пошел в первый класс. И судя по его оценкам, по его стараниям, он умничка, он старается, при том, что арабский у него еще не настолько сильный. Поэтому мы отдали его в National, чтобы он все-таки знал арабский. Для меня выучить арабский намного сложнее, конечно же, чем выучить английский. Соответственно, если вдруг у него будет проблема с английским, то легче нанять репетитора и подтянуть английский, нежели, живя в арабской стране. Да и вообще арабский язык, я считаю, что даже в будущем он будет очень даже важен. И литературная документация, я не знаю, какую профессию выберет Даниэль. Но как ни крути, мне кажется, все-таки лучше он с детства пусть привыкает к этому сложному языку. И сейчас, несмотря на то, что арабский он только еще тоже осваивает, тьфу, у него успехи. То есть я вообще очень рада, тяжелой момент нам дается. Сегодня у него последний экзамен. Сегодня последний экзамен по религии, и он дается тяжелее, потому что здесь и понимать нужно, и литературно это арабский. То есть, ну ничего, справляемся потихонечку. Я не гонюсь за то, чтобы он брал максимум баллов. То есть для меня главное, чтобы ребенок понимал, что он учит, для чего он учит. И вообще, как по мне, оценки не самое главное. Это говорит та, которая просто умирала за ними, и к чему хорошему это не приводит. Когда объявили первый класс, к чему я хочу привести вас? К тому, что книги и тетрадки покупаешь у школы. То есть ты тетради, вот они вот такие вот. Я не буду прям сильно показывать. Но вот они, каждый предмет, это каждый свой оттеночек, и тетради покупаются в школе. Они здесь подписываются с логотипом, то есть все здесь есть. И учебники. Учебники, вот такая часть учебников. И на самом деле это очень тяжелые. У них рюкзаки нереально тяжелые. Когда мы пришли забирать Даниэля, я видела, когда выходили второклассники, некоторые первый класс, третий класс. И я смотрю, у всех рюкзаки огромные и на колесах. Знаете, как чемоданы. Я такая, алло, как бы зачем? И когда... А мы уже купили рюкзак без колесиков. И когда я просто упаковала пять уроков в день, упаковала ему все в рюкзак, я поняла, что он очень тяжелый. Прям нереально тяжелый. Я знаю, что у некоторых школ книги вот такие вот. Одна книга где-то вот такой толщины. И некоторые родители напополам разрывают их, чтобы было легче носить. Вы представляете? Плюс еще дополнительно, помимо того, что они это носят, им распечатают просто там обычные листы А4, да, там с примерами, со всем. Они еще параллельно это решают, это туда добавляется. В общем, такая стопка печатных бумаг у нас. Всего очень много. На самом деле очень много. Покупается форма. Автобусы отдельно. Кстати, тема автобусов. Автобусы не предоставляются бесплатно. Автобусы не предоставляются в государственных школах. Автобусы желтые, которые, знаете, вот школьные автобусы. И ты отдельно за них платишь. За форму ты, конечно же, тоже отдельно платишь. То есть спортивная форма, обычная форма, с длинным рукавом на жаркую погоду, с коротким рукавом. Все это ты покупаешь. Так вот, в тетрадях дети пишут карандашом. Что мне очень сильно нравится, то, что они реально пишут карандашом. И то есть это дает право на ошибку. Это идеально. Своим мироощущением, с моим вот этим вот подходом. Я за то, чтобы дети, взрослые совершали ошибки, но делали выводы. Соответственно, детям дают право на ошибку. То есть они вытирают ластиком, снова потом исправляют, пишут. Им за это ничего. Нет такого. Когда, конечно, они очень следят за то, чтобы вырабатывался красивый почерк. И все. То есть старались, чтобы было красиво, аккуратно. Но если где-то вытерто и снова написано, никто за это ругать не будет. Это просто идеально, потому что я помню, как у нас были черновики. Потом ты в чистовик. Не дай бог ты в чистовике сделала какую-то ошибку. Боже мой. Это просто лишний отрат от нервов. Помимо времени, так еще и нервов. А время, кстати, самое дорогое, что у нас есть. Здесь все карандашиком. Я не знаю, будет ли это сейчас видно. Но все написано карандашиком. Учителя проверяют это все красной ручкой. Все это выглядит вот так. Еще в Ярдании очень странная вообще разметка тетради. Здесь нет привычной нам косой линии, к которой мы привыкли, когда мы пропись учим. Здесь нет клетки нормальной в размерах, к которой нам. Я вам это все покажу поближе, потому что здесь огромные клетки. И также, когда в линейку оно идет, тоже чуть-чуть оно так отличается. В общем, это то, что я уже сейчас на данный момент привыкла. А мой ребенок, в принципе, он и не знал, и не видел другого. Поэтому для него это все норм. Как вообще график устраивается? Пять уроков в день и есть еще дополнительные раз в неделю занятия. Школа предоставляет за отдельную плату дополнительные, как кружки, можно сказать. Каждый выбирает то, что он хочет. И ребенок еще где-то на час остается в школе только раз в неделю, как дополнительный. Это очень удобно, что тебе не нужно куда-то либо его возить. Утром, например, когда было еще тепло, сейчас зимой это не делают, но вообще, когда тепло, каждое утро их выводят на линейку, как у нас это называется, где они делают зарядку под музыку. Но первое, что они делают, это поют гимн. Это во всех школах Иордании. Они поют гимн. Потом они, можно сказать, кричат лозунги, патриотические лозунги, как у нас в Украине, да, Слава Украине. Они здесь кричат Слава Иордане, Слава Королю. И здесь очень приобщают к патриотизму. И это всегда было, то есть еще когда мой муж был маленький. Потом они делают под музыку зарядку. И потом их отводят в класс, и они начинают урок. Есть большая перемена, где они кушают. В школах не кормят, нет столовых. Потом в старших классах там просто есть, ну, снеки продают. То есть не очень даже иногда здоровую еду. В плане там просто упаковочных каких-то моментов. Вот. Поэтому ланчбоксы это обязательно. Ланчбокс всегда кладем. То есть то, что любит ребенок. И на переменках они уже кушают. В данном случае пока первый класс. Даниэль говорит, что приглушает свет в классе. Включают на экране мультики. И они смотрят мультики пока зима. Но когда тепло, их выгоняют всех на улицу. Они с этими ланчбоксами распределяются там. И тут уже идет борьба то ли покушать, то ли побегать. И вот иногда он у нас даже не доедал, потому что ему хотелось побегать. И вот это вот все. Ну, в принципе, ему все в этом. Вкратце я рассказала о таком неком досуге. А сейчас я, наверное, тоже покажу то, что они учат. У нас есть информатика. Вот такая у нас книга по информатике. Вообще у нас доска не обычная смелая, а уже мульти. И, соответственно, когда я говорю, ты выходил там или писали на доске. Он такой, на какой доске? На экране. В общем, их там не разобрать. Но то, что они уже учат по информатике, я думаю, и так понятно. Тут интерактивные. И видите, здесь они, не знаю, сейчас сфокусируются. Нет. Они очень хорошо усваивают вообще все, что связано с технологиями. У нас дополнительный язык. Помимо английского, помимо арабского, у нас есть французский, который я не знаю, как его учить. Я учила в школе французский, но это было такое, знаете, у нас учительница не особо его, наверное, умела сильно прям преподавать. Соответственно, мы его не очень знали, и я уже все забыла. А произношение очень трудное. Поэтому я не могу сказать, что я его дома готовлю к экзамену по французскому, а, скорее всего, он меня готовит. Он просто все отвечает, и я такая, молодец, я с тобой согласна. Учебник по французскому тоже, в принципе, он выглядит вот так. Учат, читают. Эту книгу, наверное, нам хватит на два семестра, потому что некоторые книги всего лишь на один семестр, и они уже закончились. Поэтому нам выдадут новый. У нас есть арабский язык, который вот как раз он закончен. И здесь можно понять, что они просто повторяли иногда буквы, словосочетания, но они уже начинают все читать, разделять. То есть уже идет чтение прям такое, знаете, письмо, чтение, все вместе. Хотела вам показать то, что книги делятся. Смотрите, на этой книге, например, нет значка государственная. Вот такие вот книги выдает государство. Эти книги во всех школах. То есть именно по этому образцу преподают арабский во всех школах. Французский, видите, она без этого знака, но она одобрена государством. Но каждая школа французский выбирает, по какому учебнику им учиться, по какой программе сами. С арабским по-другому, еще некоторыми предметами тоже не так. То есть это выбирает уже государство, и оно идет у них автоматом. Ну, я думаю, видите, как здесь учительница проверяет? Просто ха-ха-ха, и все. Мы проверили, все увидели. Оценки ставят только на экзаменах. У нас очень много экзаменов, очень много зачетов. Просто нам очень повезло с школой. Мы практически каждые две недели сдаем экзамены. Экзамены это контрольные. Представляете, они проходят тему, и сразу контрольные. Тема контрольная, тема тест, тем. У нас каждую неделю что-то есть в графе домашних заданий, выделено красным. А красным это значит все, ученик должен самостоятельно сдать тему каждую неделю. Я не знаю, в какой школе еще так есть, но наша школа нас просто дрессирует по максимуму. Также у нас есть наука, но наука, вот science, на английском. То есть у нас есть две книги по science. Здесь они учат науку, то есть полностью все, все, все. Что правильно, healthy, unhealthy еда, какие наши чувства, как это все взаимосвязано, вот, как за собой ухаживать, природа, как мы ее должны беречь, как мы должны за собой, о себе заботиться, что мы для этого должны делать. Что хорошо, как нужно заботиться о природе. То есть здесь уже, знаете, здесь international edition, и где уже прям такая забота о экологии, это сортировка мусора, что нужно, что не нужно, то есть это все. Ну, плюс у нас еще идет наука на арабском, улю. У нас это все дублируется параллельно на арабском языке. То же самое, практически то же самое. Некоторые темы, бывает, отличаются, но все дублируется на арабском языке. То есть они проходят, это как бы все равно два разных предмета, два разных экзамена, но мы вот учим, да, какие животные где живут, кто кого кушает, для чего это нужно, почему в мире так устроен. У нас идет английский. В нашей школе английский такой же сильный, как и арабский. То есть, несмотря на то, что это national, там английский сильный. И у нас идет по оксфордской программе две большие толстые книги, вот такие. Когда я их увидела, такая, что это? Первый класс? Вы что, издевайтесь? Это что, первый класс? На самом деле, чтобы вы понимали, уже начинается просто, вот, чтение. Как мне представиться? Это все не заостряется на полсеместра, там, о себе. Дальше следом пошли другую тему, потом семья, перескочили на другую, про животных, потом снова вернулись к себе. То есть здесь ребенку не дают заскучать, и постоянно переключение внимания с одной темы на другую. Очень хорошо, кстати, работает. И программа очень хорошо выстроена, что я думаю, почему у нас так не было? Я бы сейчас бы шпрехала на английском, очень бы даже классно. Не хочу перекладывать ответ у нас на самом деле, но поэтому параллельно я с ним еще, то есть я дотягиваю, но мне кажется, в какой-то момент он просто перескочит меня, и уже будет шпрехать так, что я его не догоню. Вот, но это все вот в такой листрированной форме преподается. У нас первая книга идет, и то, которое черно-белое, где они все это записывают. То есть здесь тоже все пишется карандашиком. Никто тебе не ругает, если ты что-то неправильно написал, и вытер, и записал по новой. Дальше у нас идет математика, и математика тоже идет по государственному образцу. Тоже две книги. Математика у нас параллельно дублируется на английском языке. То есть математика преподается как на английском, так и на арабском вместе. У нас нет отдельного, например, как это с наукой. Здесь идет сразу параллельно. Школа ушла уже от индийских цифр. То есть система образования уже от этого уходит. Поэтому все цифры, вы видите, уже теперь написаны, как многие говорят, да, арабские цифры. Я тоже так раньше говорила. Но это индийские цифры, и все от этого уходят. То есть наши дети уже этого не учат. Даниэль, например, уже не знает, как это, когда он видит, например, номерные знаки, где есть вот эти индийские цифры, он не понимает, что это, потому что в школе уже так не учат. Они уже десятки, и они уже столбик тоже уже считают. То есть это первый класс, первый семестр. Они уже просто решают, они уже конкретно там решают. Ну, чтобы вы понимали, да, первый класс. Сейчас я попробую настроить фокус. Первый класс, и что они уже начинают проходить. У нас есть еще предмет религия, Дин, который сегодня, дай бог, все пройдет хорошо. Религию учат с первого класса. Это во всех школах, абсолютно. И так как школа христианская всегда, и в христианской школе большинство учатся мусульман, но это никак не мешает другому религиям вместе находиться, потому что на класс религии деток разделяют. То есть христиане уходят в один класс, мусульмане в другой класс. И они к каждому приходят преподавательницы, преподают просто им свою религию. И вот, например, скоро будет Рождество, нам дается неделя каникул рождественских, и мы, как мусульмане, получается, тоже отдыхаем. Нам тоже эту неделю дают. Соответственно, когда аиды, какие-то праздники мусульманские, наша школа тоже отдыхает. У нас в школе празднуют все праздники. И мусульманские, и также их чтят, и объясняют им, что если это христианская школа, то, значит, там либо мусульмане не могут учиться, либо же там, возможно, что-то недоговаривают для мусульман. Нет, там чтится и та, и та религия. Там объясняется детям, почему так, почему так. Это хорошо. Я, например, всегда за то, чтобы было такое толерантное отношение. В нашем случае, конечно, это ислам. И здесь очень такие красочные книги, тетради поэтому нет. Но они, например, уже... Таниль сдает в этот раз уже вторую суру наизусть. То есть первую мы уже сдали, теперь у нас идет тест и вторая сура. Чтобы вы понимали, да, в первом классе уже учат суры. Ну, по крайней мере, в нашей школе. Я не знаю, как в других школах. Вот. Но здесь все объясняется, да, там, для чего, про добрые дела, как нужно правильно что-либо делать, как себе нужно правильно вести. Вот открыла у Данииля 5 из 5. Учат нормам, что нельзя драться, нельзя вот так себе вести, что нужно там благотворительностью заниматься, молиться, уважать старших там. Ну, то есть, помогать другим. Ну, я думаю, вы понимаете, да? То есть это не только что изучение религии, не только изучение сур и основ там каких-то вот именно религиозных. Здесь вот как, ну, можно сказать, правильно постучаться в дверь. И это не все. У нас есть социология, но у меня нет книги, потому что она в школе. У нас есть социология, у нас есть ОБЖ, то есть первый класс и уже социология, чтобы вы представляли, да, как это все устроено в нашем мире. Я не знаю, возможно, сейчас там в Украине уже все по-другому, потому что некоторые мне девочки писали, что в Украине якобы перешли на систему, что детей не оценивают, не ставят оценки до пятого класса. Это просто вообще идеально. Например, у нас родственники живут в Англии, когда мы показали эту стопку книг, они говорят, у нас дети книги, но, наверное, в школе нам ничего домой не задают. И как бы они там до пятого класса мы как бы этим вообще не касаемся. Там все проходит в школе, это все в школе. И мы такие со стопкой книг, с домашними заданиями, с контрольными практически на каждую неделю. Такие, ааа, помогите, help, спасите. Как вообще происходит оценивание знаний? Если это уже идет как экзамен, то идет 25-ти бальная, либо 20-ти бальная система. Они пишут такие, как мини-контрольные, то есть когда вы учили какую-то тему, и дальше они пишут такой мини-тест, то там идет 5-ти бальная система. Поэтому какой-то одной нет, потому что когда сейчас все контрольные, которые он сдавал, все за семестр, когда это сейчас будет суммироваться, и нам должны к концу этого года выдать по 100-бальной системе, сколько он набрал. Хочу заметить то, что здесь у нас есть основная классная руководительница, которая преподает несколько предметов, но, например, английский, французский, информатика, сайенс, то есть наука, религия, к ним приходит преподавательница абсолютно другая. Чтобы вы понимали, это не как у нас, как я помню, у нас Мария Макулаевна была, и она у нас все предметы вела. Изумительная учительница, до сих пор ее помню. И она вела у нас все предметы. А здесь нет, здесь получается уже с первого класса к ним приходят разные преподавательницы. Плюс каждый год именно в нашей школе, возможно, в других тоже так, детей меняют. Как это происходит? Например, в первом классе вы были в одном составе, когда идет второй класс, тебя распределяют к другой учительнице, и тебя распределяют с другими детьми. Кто-то, возможно, попадет с тобой тоже. Вот, например, у нас с KG1, с KG2 нашего, на человека 4 попало в этот же класс. Все остальные, мы их не знаем, они новенькие для нас. И получается, когда он попадет во второй класс, у него будет снова новая учительница, и снова новый состав в классе. Возможно, кто-то попадет из стареньких, а возможно, и нет. Поначалу я к этому отнеслась очень осторожно, мне не нравилось, потому что ребенок только привык. Понимаешь, что, в принципе, возможно, это и правильно. Это так помогает ребенку в социуме, то есть адаптироваться, не бояться, общаться, не стесняться и так далее. Плюс это, возможно, есть какое-то, знаете, когда у учителей бывает такое предвзятые отношения, я думаю, это везде такое может быть, и, соответственно, чтобы дети и не привыкали, и учительница не привыкала, чтобы не было прям любимчиков-любимчиков и так далее. Меняют, 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 и дай бог, что все учителя будут хорошие, знаете, потому что это тоже человеческий фактор. Но пока все у нас устраивается нормально, так что да, их будут вот так вот постоянно миксовать. В нашем случае школа идет смешанная девочка с мальчиками, как я и хотела. Я хотела, чтобы Даниэль учился в смешанной школе, чтобы он привыкал к общему общению. Есть такие моменты, когда я замечала это лично, когда парни учатся отдельно, девочки учатся отдельно, они друг друга шугаются периодически, не знают, как друг к другу подойти, ха-ха-хи-хи, знаете, как говорится, запретный плод сладок. Это мое личное мнение, вы можете со мной не согласиться. Это то, что вижу я, это то, как мы говорим, когда у вас есть какое-то убеждение, то вы всегда будете находить в мире ему подтверждение. К моему убеждению подтверждения всегда были, поэтому у меня сложилось впечатление так, и я за то, чтобы Даниэль учился в смешанной школе. Как проходят родительские собрания? Родительские собрания проходят, можно сказать, не так, как у нас, потому что у нас обычно как, вот глава у нас один учитель, он приходит, иногда могут, если это старший класс, и кто-то прийти из других предметов учителя, но сидят все родители вместе, и вот они там слушают, можно сказать, за каждого ученика, хотя, возможно, оно ей и не нужно. Но у нас это проходит так, нам говорят определенный промежуток времени, что учителя в школе будут находиться с такого-то, по такое-то время. Дети в этот день не учатся, и родители приходят, и если учитель, например, определенный в свободе, он приходит к ней один, садится вот так лицо к лицу, и все, она рассказывает успехи, не успехи ученика, что нужно, что не нужно, где он себя, возможно, как-то повел не так, и так далее. Соответственно, никто там потом дома не обсуждает чужого ребенка, все это вот так вот. И даже когда ты, если что-то вдруг произошло, или учителю нужно что-то сказать, то когда ты приходишь, забирает ребенка, учитель отводит родителей в сторону, чтобы никто не слышал, то есть это все индивидуально так делается. Конечно, я думаю, что, возможно, не везде, и не всегда, но у нас, например, так, что родители обходят так вот по классам, где-то выстраивается очередь, ждет свою очередь, чтобы дойти до определенного учителя, чтобы послушать. Кстати, у каждой, можно сказать, классной руководительницы есть дополнительный человек, точнее, это не могу сказать, что это прямо учительница, но какая-то как воспитательница, которая смотрит за детьми, то есть чтобы порядок был, где-то подменить учителя и так далее. То есть плюс-минус всегда находятся два человека, либо вывезти в автобус детей посадить. То есть это всегда вот так вот миксуется. Я просто, видите, субъективно рассказала о том, как у нас это все проходит, к моему мнению, мое видение этого. Возможно, у кого-то все по-другому, в государственных школах по-другому, в какой-то другой частной школе по-другому, возможно, в Омане даже по-другому, в другой школе, либо же это вообще в Ирбите, в Зарке и в Акапе, это может тоже быть все по-другому. Поэтому я просто рассказала чисто наш случай и показала примерно, как это все у нас выглядит. Возможно, вам было это интересно. Поэтому поставьте лайк и напишите комментарий, как у вас вообще все проходит, как у вас прошел этот семестр у ребенка, в каком он классе, какие у него успехи. Спасибо за просмотры, комментарии и еще раз лайк, лайк. Это поможет продвижению просто моего видео в рекомендации. Поэтому давайте я стараюсь для вас, а вы немножечко поможете мне. Спасибо вам большое!